Добрый день! Как стать звездой? Наш первый герой, который находится уже на сцене, стал популярным благодаря большой стирке и церемонии «Золотая прищепка». В прошлом году он стал лауреатом в номинации «Чудо-юдо-рыбаки». Встречайте у нас в гостях доморощенная звезда Паша Истерика! Не местный я, я без прописки, без регистрейшн, в группе «Риска». Стою с протянутой рукой, табличка на груди худой, вагон метро набит людьми, среди них нищий я один. Мой голос дрожью почти плачет, желаю вам большой удачи, желаю вам большой удачи. Помогите, люди добрые, помогите пацану. Дайте, сколько вам не жалко, но прошу, не очень мало вас прошу. Я бедный парень, нужны деньги на Феррари. И еще немного денег, чтоб купить латурный берег. Помогите, люди добрые, помогите пацану. Дайте, сколько вам не жалко, но прошу, не очень мало. Ты настоящая звезда уже, просто получил золотую прищепку, запел, записал хит, сингл. Поздравляю. Так, Андрей, не от хорошей жизни. Дело в том, что влияние первого канала, непосредственно большой стирки, оно настолько огромное, что все люди поверили в то, что эта прищепка на самом деле золотая. Чем все это обернулось лично для меня? Во-первых, позвонили три моих бывших жены. Они посчитали в долларовом эквиваленте стоимость этой прищепки на глаз. Потребовали долю свою немалую. Двое позвонили девушек, чтобы признать за мной отцовство их детей. Кроме того, у меня много людей, которым я должен денег. И все они нашли меня после вот этой знаменитой лично для меня премии «Золотая прищепка». А должен я миллион долларов. Блюс-минус чуть-чуть. Спасибо вам, Андрей, спасибо за это. Не хочешь, например, как Киркоров раскручивать Стоцку? Ты теперь звезда должен взять кого-нибудь, молодых, раскручивать. Стоцку я бы покрутил немного, Андрей, честно. Я даже придумал на этом круге, если их всех поставить. И можно их крутить. Ну, соответственно, когда уже не будет света, будет тихая, хорошая музыка. Я деньги заработал, Андрей. Все есть. Надо звонить Стоцкой и вызывать ее сюда. Ну и Филиппа, если что. Хорошо. Ну вот я на каждой программе разный. А ты не хотел сменить имидж? Вот что-то придумал себе такое новое. А ты не заметил, что у меня нет моих знаменитых очков? Да. Я официально заявляю. На золотой прищепке Эвелина Блю Дэнс украла мои очки. Единственные во всем мире. Вот я обращаюсь, Эвелина, если ты меня слышишь, отдай, пожалуйста, очки. Тебе они все равно не идут. А мне они нужны. Ты знаешь, Эвелина в секретной комнате нет, но есть человек, который может поменять имидж кардинально. Звездный цирюльник, личный парикмахер Аллы Пугачевой. Сергей Зверев у нас в гостях сегодня. Если не боитесь, Сереж, присаживайтесь. Я прищепку на всякий случай подать, Шинбран. Сегодня мы говорим, как стать звездой. Вот Пашу показали по телевизору, да, в большой стирке. Его стали узнавать, он стал звездой. Ты в одном из интервью сказал, нужно оказаться в нужном месте и в нужное время. Это что, телевидение или что это за место такое? Да, в принципе, это все так индивидуально. И можно оказаться и не на телевидении и стать звездой. Как со мной произошло далеко, как сказать, в моей первой молодости, когда меня еще не показывали, но уже вся страна знала, что есть такой, так сказать, стилист. Вот, и его все хотели видеть, но так слышали о нем, но не видел никто. То есть, не видя на экране меня, я уже был раскручен до потери пульса. Но скажи мне, вот что, какими качествами нужно обладать, чтобы о тебе заговорили, даже еще не увидев? Что, внешность, внутренняя харизма, талант? Харизмой по-настоящему владеет очень мало людей. Может быть, на все божья, так сказать, воля, но, в принципе, конечно, играет огромную роль работоспособность и желание сделать какое-то, скажем так, дело. Но, честно говоря, ваша программа, так сказать, она в моей жизни тоже сыграла определенную роль. Ну, я бы сказал, в какой-то степени положительную, в какой-то степени отрицательную. Почему? В последний момент, что на первом канале я появляюсь только, так сказать, в вашей программе, на протяжении, так скажем так, моего творчества, условно, так сказать, художника от слова худо. Вот. И в этом есть какой-то момент такой, например, регионы. Ну, там, как сказать, если меня привозят в регионы, то на меня смотрят, как на крашеную обезьяну. То есть все ходят, а детей водят, и пока ты, это Сергей Зверев. По поводу харизмы, моя харизма с позаранку не залазит даже в банку. Честно говоря, когда больше пяти слов, это надо мне учить, я так не запомню. Ну, ты работаешь только с раскрученными звездами, или все-таки, вот, не знаю, там, Паша может тебе обратиться, или любые люди из зала, которые вот хотят? Ну, в принципе, у меня все обслуживаются, вообще, как бы, и простые люди, их называют люди с улицы. Ну, там, Плюшевый десант, всякие, все-все обслуживают. Плюшевый десант? Всякие. Ну, да. Это что такое? Это когда шуба из Чебурашкиных жопок. Хорошо, Сереж, вот, если выбрать сегодня в зале людей, вот, уникальный шанс, Сергей Зверев у нас в гостях, вот, кто хочет стать сегодня звездой, кто хочет изменить свой имидж, вот. То есть, сколько желающих, Сереж? Ну, Жож, я сейчас все брошу, сейчас всех тут буду удовлетворять. Ну, я могу сам выбрать, да, Андрей? Конечно, конечно, да. Я так понимаю, что я так настроился на Аллу Борисовну. Сегодня кто хочет быть Аллой Борисовной? Кто хочет быть... Ну, такая, это, бедность, какая ты Алла Борисовна, господи. Надо что-то пошикарней. Пошикарней? Чтобы отшикарить. Ну, нет, нет, нет. Нет? Аллы Пугачевой не хотите быть? Нет, нет. А кем, кем вот вы хотите быть? Я представитель профсоюза, горком профсоюза, я хочу представить, как вы ведете передачу. У нас сегодня профсоюзы в гостях, понятно. Ну, вот он не подходит. Ну, и что, и кого из вас делать? Вот вы бы хотели стать Лаймой Вайкули? Нет? Ну, а вы бы хотели... Бурченко. Она меня потом, это понимаете, что сделает? Ну, она нас вместе потом тогда. Ну, в принципе, если зал попросит, я легко могу, так сказать. Как вас зовут? Андрей. Андрей, мой тезка, давай, выходи сюда. И вот так, стоп. А я сейчас пройдусь, посмотрю, что у нас там с волосишками. Так, значит, у меня первая проблема. Надо будет выщипать брови. Так. Вторая, сбрить бакимбарды. Сделать пару пластических операций, нарастить грудь. Выднуть ребра. А так, в принципе, он даже тут, сказать, ничего. Да? Подходит? Да. Подходит. Все есть. Так что, если вы не против, я могу, так сказать, его отвезти и это... И сделать. Да. И раскрутить. Ну что, Сергей Зверев забирает Андрея. Запомните его таким... Таким он сейчас. В конце программы мы посмотрим, получится ли из него звезда. Спасибо, Сережа, в секретную комнату. Спасибо огромное. Сергей Зверев. У нас в секретной комнате уникальный гость. Он редко где появляется, и стал он известен благодаря своему уникальному голосу. Российский Фаринелли, звезда мировой оперной сцены. Эрик Курман-Галеев. Специальное появление Большой Серги. Спасибо. 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 Добрый день, Эрик. Мы сегодня говорим о том, как стать звездой. У вас есть дома телевизор? Нет его. У вас нет дома телевизора, и вы его не смотрите? Нет. Неужели вы не считаете, что телевидение может сделать человека известным, популярным, звездой? Именно потому, что я знаю, что телевидение может сделать из человека звезду. Совершенно порой не имеющего для этого никаких моральных, нравственных прав. Именно поэтому у меня нет телевизора, чтобы где-то его не видеть. Но вы принципиально избегаете славы, или просто вам не нравится общаться с журналистами, потому что вы практически не даете интервью, вы редко где-либо появляетесь? Скучно. Мне кажется, у нас же весело. Мне кажется, быть звездой весело. Он будет приглашать на разные мероприятия, презентации, оплачивать вам гостиницы, отдых, тусоваться в компаниях на Лазурном берегу. Вот Паша хочет быть звездой, вот он делает все для этого возможно. А вы? К счастью, для меня единственная радость это выходить на сцену и петь настоящую музыку, высокую. И петь так, как ее нужно петь. Угу. Для каждого человека понятие звезда, да, оно размыто. Вот для вас, кто является звездой? Понятие звезда для меня вообще как-то непонятно. Я считаю, что любой сидящий здесь в зале человек, и вообще любое существо, это звезда. Угу. Звезда, на мой взгляд, это придуманная некая такая субстанция, придуманная людьми, которые хотят зарабатывать деньги. И, в общем, собственно говоря, это связано именно с деньгами. Никакого отношения, по большому счету, подчас, это к искусству не имеет никакого отношения. То есть вы можете сказать, что можно быть звездой, если даже тебя знает там 20 человек? Абсолютно совершенно. Ну ведь у звезды это особый стиль поведения, капризы, не знаю там, окружение, которое должно быть. Разве у людей, которых знает 20 человек, может быть все это? Я считаю, что надо быть честным, бескомпромиссным, порядочным человеком, интеллигентным. Интеллигентным не в том смысле, что у вас образование высшее, там, или так. Интеллигентным в том, что вы с честью относитесь ко всем, и каждого человека оценивается достойно, как звезду. Я думаю, что, конечно, 90% сидящих здесь в зале наверняка не слышали, как звучит ваш уникальный голос. Вот вы могли бы продемонстрировать что-нибудь сегодня, чтобы показать тем, кто не знает? Ну вот, ладно, ладно. Я уверен, что наверняка Те гости, которые у нас сегодня на программе Вы с ними не знакомы Потому что большинство из них это продукты телевидения Люди раскрученные Например, наш следующий герой Он еще несколько месяцев назад был полуфабрикатом Зато сейчас он настоящая телезвезда Благодаря своему эпатажному поведению Благодаря тому, что он такой современный Российский Остин Пауэрс И я думаю, что сейчас вы с ним познакомитесь Не знаю, есть ли у него голос или нет Но то, что он уже поет, это точно Леха Семенов с «Фабрики Звезд 2» у нас сегодня в костях Ты бы мог, как Курман Галеев Вот чтобы я тебе знал только маленькая Когорта людей и все Я бы не мог Я сейчас, знаете, сидел, слушал И голос, конечно же, абсолютный Абсолютный слух, абсолютное поведение, вкус Но мне, например, Паша истерика нравится больше Знаете, по одной простой причине Потому что Паша истерика занимается глобальным стебом И этот глобальный стеб Это то, что позволяет людям с плохим вкусом становиться лучше То есть ты предлагаешь Эрику пойти в массы, записать какие-нибудь шлягерные Почему шлягерные? Можно сделать классические вещи Вот то, что сейчас звучало, но делать это не в этой студии В которой ты не предусмотрен номер А делать хорошие работы, делать хорошие клипы И наверняка найдутся люди Я просто думаю, что у вас нет такого желания это делать Нет желания выходить массовым, быть массовым человеком Расксерить себя нет желания Абсолютно нет Вот в этом Вот это главное качество, чтобы стать звездой Я так понимаю, что желание тебя расцелить В этом то, почему я люблю Пашу истерику больше Понимаете? Я думаю, что сегодня твое выступление на большой стирке Поможет тебе засиять еще ярче Не в этом Дело в том, что сейчас я не хочу себя подводить И тем более подводить зрителей Понимаете? Выступление, мое выступление, это шоу-проект Это не демонстрация каких-то голосовых возможностей Которых у меня очень мало Это шоу-проект И никто этого не стесняется Нужно приходить на шоу и видеть Все, каким образом происходит Какое действие происходит Какую чистоту эмоций получают зрители И поэтому мне здесь будет стыдно это делать И если можно, я хотел бы сейчас не делать Из меня нет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...